Итак, вот смотрите, стеллажей клубневые, потом там растения с открытой корневой системой полно. Поэтому вот хочу вам сказать, вот это я вам постоянно показывала, георгийные, потом лилии, потом гладиолусы. Давайте я его сейчас не буду показывать, потому что уже не раз были показаны эти стеллажи. И, честно говоря, вот сказать бы в клубневых я не особо, конечно, разбираюсь, но, допустим, вот хосты у меня есть. И я бы хотела себе приобрести хосты. Но знаете какие? Невысокие. У кого-то, может быть, высокие хосты там на участке. Я хочу просто маленький, у меня маленький участок, поэтому низенький. Выбираю по высоте. Как я поняла, что вот это размер 55 на 80 сантиметров, это куст. Цена 269 рублей. В принципе, недорого. Всё живое, корни живые. Всё это можно приобретать смело, и цена невысокая. Единственное, что, конечно, надо смотреть на расцветку, на опадочек, где белый, где это, и рельеф листа. Здесь 55-70, вот 50 на 100 эмиральда. Здесь, значит, фригрант, букет. Здесь самурай. Вот такое. Вот 30 на 60, вот смотрите. 60 сантиметров, я так полагаю, что это ширина куста, а высота 30 сантиметров. Вот меня это довольно-таки устраивает. 449 рублей, айвори сорт. Теперь вот здесь вот тоже, варигатность прям вот. Здесь 40 сантиметров высотой. Сорт Эдвенчер. Здесь 25 сантиметров высотой. Вот такие я люблю. Вообще 25 сантиметров. И кустик низенький, прям и широкий. Ширина 40 сантиметров его. Все практически, вот кроме вот этого 449, ну так вот 300, 260, вот этот 400 рублей, вот этот единственный 449. Вот это Сеншейн сорт. Вот, кстати, кто занимается хостами, да, вот можно коллекцию составлять только так. 400 рублей, вот такая вот, значит, 50 сантиметров высотой, 65 сантиметров кустик. Посмотрите, какие рельефные листья, очень красивые. Здесь 50, здесь 40. Высота, я смотрю, 45. Вот, смотрите, на этикетке, вот голд, желтая, халцион, совсем желтая хоста. А вот голубая, однотонная голубая. Камадиан 45 сантиметров высотой. Вот такая расцветка красивая. Клайм-экс, 60 сантиметров высотой. Ну вот смотрите, из низкорослых я пока только одну нашла, которая 25 сантиметров. Теперь здесь... Где, а вот еще хосты, да? А, вот хосты. Так, 50 сантиметров высотой. 50 сантиметров, 40 сантиметров высотой. Вот это понравилось, прям очень красивое. Так, здесь вот 25 сантиметров. Низенькая, 60 сантиметров диаметр куста. Листик меленький. Блук-кадет. 45 сантиметров высотой. Гена показывает. Покажи. Лунки делать. Лунки делать. Вот смотрите, какая штука удобная. Садить помидоры, огурцы, да? У нас вот прям вот он делает, колотит это, как брусок. А тут вон, пожалуйста, раз и все. Сколько он стоит? Тысяча, а там есть 500. Есть за 500 рублей, есть за 1000. Так, 45 сантиметров высотой хоста. Вот такая. 55. А вот это 15 сантиметров высотой. Ну, как-то вот цветет красиво, посмотрите. И всего лишь 15 сантиметров. И ширина куста 30 сантиметров. Вот такая. 40 сантиметров высотой. Ну, как-то я прям растерялась в этих расцветках. Вот это очень яркое, красивое. 35 сантиметров всего высотой. Красивая, яркая расцветка. А, еще вот, посмотрите. Вот это Катерина, да? 35 сантиметров высотой. А вот это Леди Генни Вера. Смотрите, какая. Очень красивая. Прям глаза разбегаются. Вот здесь очень интересная. Монстр Ирс. Тоже 35 сантиметров. Вот здесь вот все они низенькие, да? Прям весь стеллаж. 30-35. Вот это вот только сказала все. Вдруг 55 сантиметров. Вот это. Короче, говоря, выбор есть. Выбор неплохой. Теперь хочу подойти к гейхера. Гейхера тоже цены невысокие. 399 рублей. Так, размер куста. 40 сантиметров высотой вместе с цветком. Я так поняла. Вот смотрите. Это аметист. Мист. Это пёпл. Пелос пёпл. Так, сейчас хочу показать вам. Это корни. Ну, не знаю, живые или нет. Но, в принципе, так вот. На вид они вот живые. На вид живые. Сейчас ещё посмотрю. Вот этот красный. Кримсон кёрл. Ну, пока не видно. Зима и пока не видно. Корневая система, в принципе, неплохая. Вот не видно, чтобы прям было сгнившее что-то. Velvet night. Berry marmelade. Вы знаете, похоже на варигатный лист. Здесь такой вот коричневый с тёмными прожилками. Зелёная каёмочка. Гоген. Мистерия. Была бы земля у меня, я бы, конечно, всё взяла. Ну, топ-гольд. Здесь пошли седумы. Почвопокровные растения. Ну, в общем-то, в принципе, есть такие, которые и на срез седумы. Вот, например, вот такой на срез, да. Очень красивый. Я видела на рынке. Цветущие продавались на срез. Вот 249 рублей. Горшочек. Не горшочек. Корневище, да. Растут быстро, размножаются быстро. 50 сантиметров высотой. Херб. Хербштройф Д. Так. Purple M Perry. Вот этот вот понравился. Прям, видите, такой. Сама шапка такая толстая, набитая такая. Вот, видите, очень красивая. Вот это вот вроде как рыхленькая шапка. Но вот этот на срезку хорош. Здесь, вот знаете, еще важно у седума, чтобы равномерно расцветал. А то у меня, знаете, как бывает, один бок расцветет, а второй сидит. И на срезку не годится. Тот, который первый раз свел, уже отцветал, второй начинает. А вот белый седум. Стардаст. Высота 50 сантиметров. Тоже на срезку прям хороший. А вот это морозники. Морозник вот такой белый. Написано, что черный. Ну, я не знаю, цветок-то белый. Так. И вот такой морозник. Ну, не махровые, но тем не менее, очень красивые. Бывают, знаете, морозники. Вот 50 сантиметров высотой цветок. Этот морозник на срезку. Вот этот 25 сантиметров высотой всего. Это так, на клумбу. Ну, вот такой на срезку. 50 сантиметров. Просто шикарный. Надо сказать, что вот когда морозник из семян, он расцветает на 4-5 год где-то. Ну, посеяли, да, семена. Пока вот это вот, может, 4-5 год. А вот тут уже корневище готовое. То есть он может уже на второй год зацвести, я так считаю. Причём морозник цветёт в феврале месяце у нас в Краснодарском крае. Без плёнки, без теплицы. Поэтому очень выгодно брать. Теперь здесь растения. Крыжовники. Ну, написано плодовый микс. Крыжовник, надо сказать, посмотрите, свежий. Не замученный, не чахлененький. Бывают, знаете, из-за рубежа. Как привезут, так его вообще непонятно, выживет, не выживет. Но здесь, посмотрите, какие крепкие растения. Здесь что у нас? Пионы. Пион вот этот 500 рублей. Кэрол. Вот это древовидный пион. Посмотрите, свежие. Прям вот как будто, как будто только-только вот его, он уже побег какой. Видимо, ранний. Это розовый, золотой орёл. Тоже пион, что ли, такой. А это вот бордовый и с такой серединкой. Ниппон бьюти. Цены, вот посмотрите, довольно-таки приемлемые. 300 рублей, 300, 269. Вот эти вот 499. Здесь пион Канзас. 329. Вот высоты я не вижу. Какой высотой цветок. Но всё крепкое, всё здоровое, всё зелёненькое. Посмотрите, какое просто одно удовольствие приобретать. Это открытая корневая система. Но, тем не менее, оно очень хорошо упаковано. Так что там, в общем-то, потери влаги практически нет. Смотрите, всё в бутончиках, всё свежее. Теперь вот такой пион. Древовидные зелёные бобы. 369 рублей. Это белый. Белый журавль. И смотрите, расцветки. Ой, ну я не могу, посмотрите. Он уже с бутонами. Вот этот белый, древовидный. Уже бутоны стоят. Вот, вот, вот. Видите, бутончик вот он. Вот у этого растения. Белый нефрит. 399 рублей. Очень красивый. Это розовое облако. Здесь вот такой розовый и вот тёмно-розовый. Это сияющий букет. Древовидный. Вот это двухцветный. Бело с розовыми. Ещё какие-то там штрихи. Это 469 рублей стоит. Древовидный. Вот это золотая россыпь. Жёлто. С оранжевым, с розовым. А этот называется... Ред, вис, пинг. Здесь вот такой. Вот тёмный. 469. Вот совсем тёмный. А вот этот 329. Белый. Тоже древовидный. 369. Вот, честно говоря, пион-то у меня есть. Ну, обычный там, традиционный, розовый. А вот древовидный я никогда не выращивала. И всегда мне, кто знакомый, говорили, цветоводы. Ой, а у меня есть древовидный. Такой красивый. И я вот всё время думаю, вот когда будет возможность, я обязательно себе куплю древовидный пион. И вот сейчас смотрю, смотрю, смотрю на него и думаю, ну, что же мне делать? Ну, вроде как для бизнеса он мне не нужен. Но для себя, для души это вот просто. Так, вот это вот, я не могу сказать, какая фирма. Фирма Поиск. Москва. Ну, фирма Поиск, я всё там беру в этой фирме. Я, правда, даже семена беру онлайн, фирма Поиск. Там есть профессиональные семена, а есть коллекционные сорта. Поэтому вот фирма надёжная. Считаю, что можно брать. И, во-первых, это не из-за рубежа. Время тратится на привоз минимальный. Поэтому растения все свежие. Древовидный, блю, чиф. Вот, допустим, посмотрим, да. Вот, смотрите, если заглянуть, там всё зелёненькое. Не буду дёргать. Вот, видите, всё зелёненькое, всё свеженькое. Так, вот это древовидные пионы. Смотрите, вот такой. Вот почему-то здесь... А, цены вот 529. Это фирмы Поиск. Примерно вот эти все по 529. Вот этот ряд. Вот оно. Теперь пошёл другой ряд. Тоже 529. Это вот набитые сорта. Вот, посмотрите, какие красивые. Розовая пудра. Так, и внизу ярус. Ну, я так поняла, они все по 529. И все древовидные. Теперь вот вверху стеллаж. Ой, что-то тут упал. Вот это жёлтый. Прям, знаете, как шёлковый. Это по 649 рублей. Вот такой тёмный. Тоже древовидный чёрный лоск. Будлея. Пурпурная. Морозостойкая написано. И пошли. 699, 699. Сколько же будет Будлея это стоит? Вот само растение. Куст Будлея. Что-то я не вижу цены. Не видно. Так, это пионы. Древовидные. 629. Все цены. Это я гортензия. Мечель, читай, пинг. Даймон. Вот такая. Наноблюз. Будлея. В общем, вот так. Здесь садовые, садовые. Яблоня, 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 яблоня. Всё, посмотрите, всё свежее. 369 рублей. 369. Живые почки. У нас даже на рынке иной раз берёшь и не видишь, то ли оно живое, то ли нет. Тут всё видно. Тут всё видно. Вот они живые. Черешня. Вишня. Вот черешня тёмная. Ну, там черника, голубика. Это что? 369. Рябина. Рябина. Ну, вот груши, черешни, вишни. Сейчас ещё здесь. Вот это. Это что? Написано кустарник плодовый. Жимолость. Ну, я так поняла, жимолость самая первая. Начинает цвести ещё во время морозов. И плодоносит тоже самая первая. Всё зелёненькое, всё свеженькое. Сливы. Клематисы. Добралась. 369 рублей. Вот они такие. Вот сорта. Сейчас скажу, фирма какая. Это производство Голландия. Ну, вроде как, вот что-то там видно зелёненькое. Это голландские сорта. 369 рублей. Ну, вот махровых я пока не вижу. 449. Вот это спиреи. 269 рублей спирея. Ну, вот хочу сказать, спирею я бы, например, пришла и в горшке бы купила. Здесь уже готовый куст большой. Потому что цена, вот смотрите, 269 рублей. Ну, сколько тут? Ну, это не голландские. Это вот вроде как наша упаковка. Не знаю. Вот это ива. Это лист такой белый. Это не цветок. Клематисы. Так, вот это глициния. Ой, глициния у нас, знаете, цветёт у людей. До того красивая. Она расцветает, когда ещё листьев нет. И вот если на навес она вьющаяся, если на навес её пускают, да, и вот этот навес весь сиреневый становится. Настолько красивый. Прямо, а сами грозди, вот они до 30 сантиметров длиной, гроздь огромная, вот этой глицинии. Очень красивая. Я так полагаю, что она ещё и морозостойкая. Ну, вот магнолия 449 рублей, глициния 429 рублей. Вейгелла, ну, вот такая розовая, ну, 269. Вейгелла 399 рублей. Ой, вот это написано, ну, да, тоже Вейгелла, но это 269. С этой стороны черешни и вишни. Это магнолия. Вот это интересная, вьющаяся, написано, микс в коробке. Девичий виноград. Ну, не знаю, он всё лето зелёный, а вот такой он становится только осенью. Может быть, это сорт какой-то вывели особенный, наши цветоводы. Но, что-то я сомневаюсь, что он такой расцветки. Спирея. Спирея розовая, спирея белая. 369 рублей, та и другая. Здесь, на этой стороне, чугушник виргинский. 269 рублей. А вот голубой. А, это гортензия. Ну-ка, ну-ка. Ну, сорта нет. Просто гортензия голубая и всё. И здесь вот гортензия голубая. То есть голубая может быть любая. Будлея. Этот стеллаж. Теперь вот есть ещё террасное растение. Корта-де-ри-я. Белая. Это магнолия. Вот белая магнолия. Розовая. 449 рублей. Ну, красавцы. Вот, вроде, почка живая. Там есть. Сирень. Вот это стеллаж с сиренью. Жимолость. Здесь что у нас? Пионы. Снова древовидные. Просто другая, видимо, фирма. Но вот посмотрите, они все свежие. Все зелёненькие, все красивенькие, все крепенькие. Вот, надо отдать должное. Это вот просто маленькие они. Пион. 299 рублей. И внизу то же самое. И эта сторона у нас розы. Розы я вам показывала и в прошлый раз. В прошлый обзор. Да, там было роз, просто море. Но, хочу сказать, вот там были, ну, просто палочки и всё. Без почек, без ничего. То есть, тогда не было видно, какое растение, живое, неживое. Вот, посмотрите, здесь я так поняла, что флорибунда повторно цветущая. То есть, она не один раз цветёт, а повторно цветущая. Смотрите, какие свежие. Там роз, море. Чайно-гибридные розы. Крупноголовые. Это тоже фирма. Сейчас. Фирма Поиск. Поставщик. Но все розы крепкие, все здоровые. Вот по поводу цены, сейчас скажу, 399. Вот весь стеллаж, вот так вот. 399 рублей. Это крупноголовые. Вот есть меленькие. Есть голубая. Посмотрите, роза. Ну, я вот, честно говоря, видела вот эти голубые в продаже. Они мне напоминали серую. Здесь у нас что? Кустарники. Красная смородина, чёрная смородина, малина, ежевика. Малина вот крупная. Самохвал. Здесь розы. Цены примерно 399 рублей. Ну, вы знаете, вот если вот время уделять каждой, да, розе, ну, вот, честно говоря, времени не хватит. Очень много, очень много. Огромный ассортимент. Сейчас он там. Так, это вечно зелёные. Кортензия метельчатая. 700 рублей. Вы знаете, может быть, и стоит взять вот за 700 рублей, потому что в горшочке, вот, сами видели, 2-2,5 тысячи. Ну, за 700 рублей взяла, но вырастет такая же. В этом же году и цвести уже будет. А это гортензия крупнолистая. Марс. Ну, я не знаю, что за Марс. Это гортензия метельчатая. Пинки, пинки, винки. Пинки. С�р-пинки. Продолжение следует.